организма и на восстановление его возможности тоже бороться с этим заболеванием не только с вирусом а с помощью восстановления сил организма не дать ему возможность вызвать заболевание а если уж оно произошло то чтобы протекала в легком большого ущипа к сезону нужно готовиться заранее было бы идеально начать такую профилактику начнем с профилактики а потом неспосредственно с применения средства уже у заболевшего человека профилактику начать желательно такими препаратами как пептиды за несколько месяцев за три-четыре месяца рассмотрим несколько категорий пациентов у которых можно и проводить такую профилактику молодые люди и детки лучше намного переносят мы их рассмотрим вторым этапом первым этапом и в свете коронавируса и в свете других вирусных инфекций гриппа в избудителе ОРГИ рассмотрим организм пожилого человека для восстановления иммунной системы мы в продукции пептидов возьмем два основных тимустат и новый препарат спринтат это будут препараты базовые и начать профилактику мы начинаем с небольших грузов по одной капсуле каждого один раз в день но в обязательном порядке это будет например после завтрака но в обязательном порядке мы в комплекс этого профилактического направления мы ведем еще несколько препаратов каких сердечная мышца нуждается в защите пожилого человека для того чтобы он легче воспринял заболевание если он заболеет для того чтобы он вообще не заболел начнем с восстановления сердечной мышцы значит кардиотай это будет третий препарат который входит в общий профилактический комплекс для восстановления иммунной системы это та система которая поддерживает эффективную работу выделительная система нас интересует в данном контексте обязательно у нас не будет полный профилактический комплекс если мы не поддержим выделительную систему но мы ее разделим условно на две части это очищение в обязательном порядке детокс и такой комплекс у нас есть в обязательном порядке почки как выделительная как часть выделительной системы значит кинетальт в каких дозах профилактически в небольших однако в один раз в один мы поговорим о деятельности сейчас что мы еще должны усилить в обязательном порядке мы должны усилить воздушности желудочно-кишечного тракта как известно иммунная система состоит и во многом из работы кишечника клетки иммунной системы разбусывают в желудочно-кишечном тракте выделительная система и очищающая система тоже зависит целиком от работы желудочно-кишечного тракта поэтому мы добавляя сюда желудочный препарат с повышением функции желудочного сока и препарат микрофлоратайт мы будем давать в дозах зависящих от состояния каждого больного сока индивидуально что в анамнезе было этого больного частые простуды тяжело протекающие хронические бронхиты желудочно-кишечные нарушения от этого будет зависеть что из этих препаратов все три мы дадим или какой-то один препарат будем рассматривать этот вопрос индивидуально у каждого я предлагаю в дозировочке одна капсула один раз в день и длительность этих всех препаратов первого длительность всего первого курса должна быть не менее четырех месяцев что я бы рекомендовала добавить сюда наверное практически каждому больному нужно успокоить нервную систему психосоматический компонент всех заболеваний в том числе и простудных крепость иммунной системы здесь жидится и на хорошем состоянии нервной системы значит нерв устает практически наверное в условиях коронавируса когда многие боятся этого заболевания нервную систему нужно успокоить расслабить это создать хороший благоприятный фон этот препарат я рекомендую обязательно подключить и вообще количество препаратов у нас в зависимости от анализа пациента может быть от 7 до 10 препаратов в плане длительного применения будет обязательно потому что иммунную систему только двумя препаратами восстановить будет просто невозможно настолько иммунную систему восстановить чтобы она работала давала хороший результат не получится не быстро ни каким-то одним препаратом и пациенту это нужно объяснить он обязательно должен понимать что возможности все и системы здесь жидится и на остальных системах это коллективная работа поэтому мы можем разделить например 4-5 препаратов еще раз повторюсь до 7 препаратов на два приема например утром и вечером по одной капсуле а если ситуация требует быстрого решения например пациент пожилой достаточно разрушенными системами уже забыл он получит естественно лечение которое назначит лечащий врач может быть он попадет в пациент любые варианты рассмотрим но нам надо быстро с помощью вспомогательных мягких не имеющих отягощающих каких-то недостатков средств помочь восстановиться организму и тоже бороться не только жесткие подавляющие методы лечения но и мягкие натуральные здесь тоже мы возьмем тот же тинус тайт сплинта тот же детокс в обязательном порядке микрофлора потому что жесткие методы лечения отразятся на кишечнике и кишечник уже не сможет помогать иммунной системе работать да он и сам является частью иммунной системы здесь просто будут другие гинезировки мы можем брать по две капсулы 3-4 раза в течение недели а иногда и может быть и месяца для того чтобы перевести уже заболевшего человека в легкое течение этого заболевания это будет очень хорошее решение и практически у меня есть пациенты которые получили очень хороший эффект организм начинает резервы организма сам организм начинает работать под влиянием этих препаратов замечательно начинает справляться единственно что надо очень хорошо просто индивидуально просмотреть анализ этого больного анализ развития заболевания и может быть усилить например кардиальную часть то есть кардиотайп по две а иногда и по четыре капсулы два три раза в день в течение недели по две капсулы дважды в день в течение двух недель а потом можно перейти на скромный вариант одна капсула два или один раз в день острое вирусное заболевание будет нуждаться в больших как показывает мой опыт в больших дозах это нисколько не повредит организму комплекс такой практически побочных действий никаких но если не переносимость какого-то компонента побочных действий никаких этот комплекс там может пациенту не только перенести это заболевание но и выйти из него с меньшими потями но выздоровел пациент и мы не бросаем работу над укреплением иммунной системы мы ее продолжаем если пациент переболел то я рекомендую такую схему лечения четыре месяца прием месяц перерыв снова четыре месяца прием месяц перерыв иногда у некоторых пациентов которые в прошлом были склонны к частым расходным заболеванием легко схватывать вирусные инфекции я рекомендую такой режим продолжить в течение полутора мы можем там пересматривать дозы периодических вспомогательных средств поддерживающих кочки либо печень ливертайт зачастую придется тоже длительно применять может быть в перерыв основных препаратов очень часто панкреастайт то есть поддержка поджелудочной железы если основное лечение мы же это предлагаем вспомогательно не столько лечение сколько реабилитацию а пациента будут лечить традиционные врачи и может быть после этого поджелудочная железа тоже будет нуждаться в нашей поддержке это мы все говорим о формировании нормализации работы поддерживающей терапии работы иммунной системы то есть два основных средств у нас всегда идут в первом ряду но они не сработают так как мы хотим без вспомогательной терапии индивидуально для каждого которая будет состоять в отношении желудочно-кишечного тракта из детокса из микрофлоры из лависилтайта это препарат желудочный где возможности желудка формирование желудочного сока будут сильнее будут усиливаться потому что с возрастом кислотность желудочного сока падает и некоторое выравнивание необходимо особенно при формировании иммунной системы мы об этом препарате забывать не должны это мы со стороны желудочно-кишечного тракта который играет огромный год формирование иммунитета поддержали пациента но выделительная система у нас представлена будет не только детокса гигнетальц обязательно будет также соответственно анамнезе многих пациентов надо будет поддержать эндокринную систему и формирование профилактической работы до того как пациент заболел мы иногда к тимусу, к плену, к детоксу можем если есть проблемы со стороны щитовидной железы они есть у многих пожилой возраст предполагает некоторое обмутение работа щитовидной железы при осмотре и при опросе можно будет понять что может быть здесь просто возрастное угнетение а может быть какое-то заболевание связано с аутоиммунными проблемами кстати в свете усиления иммунной системы аутоиммунные проблемы нуждаются в формировании нормализации работы иммунной системы в том числе и вспомогательными препаратами практически я никогда не назначаю естественно больному только тептиды это комплексное натуральное назначение куда будут и травы в комплексном тоже виде входить очень часто из фитопрепаратов я даю предпочтение юридическим препаратам сюда могут входить различные препараты препараты из грибов формирование иммунной системы обязательно нужно будет применить комплекс витаминов поговорить с пациентом о специфической диете подкрепляющей иммунную систему я даю предпочтение тепловой диеты где больному предполагается питание в котором присутствует большее количество животных живут небольшое количество белка пределы овощей и фруктов такое питание поможет сформировать крепкую иммунную систему и одновременно поддерживать и пищеварительную трату и выделительную систему это не нужно забывать мы говорим сейчас о пептидах мы понимаем что они не будут в единичном и будет назначены что здесь будет целый комплекс из натуральных препаратов плюс еще те препараты которые назначат пациенту врач чтобы больному не показалось это чрезмерно объяснили что нормализация работы иммунной системы это важный этап важно и очень важно и формироваться она будет на основании поддержки всего организма если у больного присутствовали какие-то нарушения работы костно-мышечной системы то мы не дожидаясь того что это обострится во время простудия поддержим костно-мышечную систему второй этап если мы провели хороший четырехмесячный курс предварительной терапии второй этап мы можем сделать с камней тимус сплинт и детокс тоже смотрим от месяца до четырех это зависеть будет индивидуально от подхода вернее тут индивидуально от состояния организма каждого пациента подход врача должен быть только индивидуальный схема общая одна но она будет формироваться и одеваться временем к каждому пациенту в обязательном порядке мы рассматриваем все еще заболевания которые у пациента были в хроническом состоянии осенью будет обострение простудное заболевание обязательно их обострит и даже на втором этапе я рекомендую троечку тайда препаратов которые обязательно дадут очень хороший эффект мы можем их укрепить опять же из пептида взять препараты по каждой проблеме которую больного может быть мы говорим это о взрослых пожилых людей предварительное учитывая уже сезонное обострение учитывая наличие коронавируса предварительная терапия мы ее все сделаем а если человек все-таки заболел или обратился нам без предварительного укрепления иммунной системы обратился уже в острый период то как я сказала мы используем практически ту же схему но с увеличенными удвоенными и утроенными дозами и в зависимости от того насколько лечение основное и наша поддерживающая терапия дадут эффект поможет больному перейти к третьему этапу выходу из этого состояния мы понимаем что жесткая терапия будет включать в себя какие-то противовирусные средства иногда антибиотики поэтому здесь в обязательном порядке на это предостановление мы используем микрофлору тайп это к двум основным тайгерам которые у нас были и в период профилактики и в период если заболевание не дай бог развелось в период острой фазы и на заключительной фазе микрофлора тайп должна быть назначена иногда в больших дозах но это будет зависеть уже от индивидуального случая несмотря на то что молодые люди и дети переносят любые простудные заболевания легче им нужен свой подход поговорим о детках практически комплекс детский не будет отличаться там будут тот же тинус тайп тот же сплентайп может быть кардиология почки не всегда здесь будут нужны не всегда может быть даже желудочно-кишечные тракты будут применены и тинус и сплент здесь будут браться в очень маленьких дозах я рекомендую в зависимости от возраста поделить деток на несколько категорий можно даже использовать тайды деткам до 3 лет можно там с 3 до 5 лет здесь будет разница в возрасте в дозах возраст предполагает эту разницу какие дозы я предлагаю брать одну вторую до 3 лет это обязательно одна вторая капсулы раз может быть в неделю это будет профилактический курс одну неделю вы даете тинус тайп раз в неделю пол капсулы другой сплентайп на протяжении от двух до четырех месяцев если это ребенок от 3 до 5 лет вы можете давать в зависимости от аналога опять же часто этот ребенок постевает какие вспомогательные еще методики применяют это назначил речащий врач и применяет родители безусловно ребенку нужно немного какой-то физической культуры может быть плавания как общеукрепляющие как развивающие иммунитет средства диета богата и жирами и белками и блюдами в хорошем соотношении уменьшение сахара естественно побольше также животного жира в приготовлении блюд это все согласно детской естественно в количествах предназначенных для деток а вот уже с пяти до семи до восьми лет мы о профилактическом этапе сейчас говорим мы тоже можем использовать по пол капсулы но уже через день это профилактический у нас будет этап мы его можем растянуть и я уверена что он даст очень хороший эффект детки вообще не заболеть но я вам рекомендую профилактический этап растянуть на полтора два года циклами по три по четыре месяца с перерывами в один два месяца то есть это будет длительное точечное воздействие на весь организм и преимущество на преимущество даем укрепление иммунной системы это тимусу спринта иногда нужно подтянуть и состояние почек если у деток в результате прошлых заболеваний или до проявления антибиотиков были сбои в работе почек кишечника может быть печени поджелудочные железы просто их поддержать даже если это не было так в анализах как-то не отражалось а просто проявлялась жалоба на тошноту тяжесть какие-то спазматические боли желудка я очень часто назначаю здесь терапию противоглистов вы будете индивидуально смотреть какую терапию лечащий вы сами медицинские работники или если вы пациент то какую терапию будет дополнительно использовать ваш врач мы понимаем что тайга это дополнительная терапия и больной даже из натуральных средств может еще что-то получать поэтому либо противопаразитарка будет тоже фирмами либо еще какая-то но ребеночка один или два раза в год в зависимости от того что это будет средство укрепление иммунной системы будет обязательно проходить параллельно вместе с противоглистной терапией это только улучшит возможности иммунной системы мы понимаем что ребенок растет сердечная мышца отстает в росте какие-то функциональные шумы и тогда кардиотайт очень и очень даже нужен многим деткам для более легкого прохождения этого этапа может быть кишечные поликин то противоглистные что-то может быть желудочное из тех же талий мы можем использовать в небольших дозах по пол капсулы один два раза в неделю некоторым пациентам с 5 до 7 до 8 лет может быть через год если ребенок заболел то естественно его будет лечить участковый стационарный или это домашнее или это будет амбулаторное лечение дополнительно как вспомогательные средства мы можем использовать все талии тоже с увеличением дозы как мы увеличиваем дозу можем использовать по пол капсулы но не один раз в день а два раза в день и не через день через два а ежедневно при высокой при высокой температуре при знаках интоксикации таких выраженных мы можем даже использовать по одной капсуле два раза в день деткам и от 5 до 8 лет и от 8 до 12 после 12 лет практически мы используем взрослые а до 12 лет мы можем использовать дозы значительно уменьшен и еще разделенные в течение недели на несколько приборов то есть через день через два даже при острой форме заболевания все это мы будем решать индивидуально но вы можете спокойно применять эти замечательные препараты не боясь как либо ухудшить состояние больного и в больших дозах то есть по одной а иногда и две капсулы в зависимости от состояния некоторых препаратов можно применить это касается и тинуса и спирина но это касается и кардио и кинотайо почти всегда я рекомендую и деткам подумать о микрофоритах особенно если как основное лечение применялись антибиотики и другие какие-то противовоспалительные судьбы и ламиды что-то еще почти всегда я деткам либо острый процесс либо после острого процесса применяю ливертайт опять же дозы небольшие опять же это через день через два но ливертайт а иногда и панкреастайт здесь имеет смысл добавить и оставить опять-таки для длительного это четыре месяца после прохождения острого периода для чего для того чтобы иммунную систему не просто поддержать а укрепить настолько чтобы больше острых таких периодов не было чтобы организм был не воспринимчивым к вирусным сезонным просудным заболеваниям по поводу иммунитета можно пару слов сказать и не только о острых вирусных бактериальных еще каких-то заболеваниях восстановление иммунной системы требуется при многих аутоиммунных заболеваниях наверное это будет у нас отдельно аутоиммунные заболевания требуют не только восстановления а формирования уже укрепленной иммунной системы которая повела себя при иммунных системах при аутоиммунных заболеваниях скажем так некорректно восстановление здесь будет идти совсем другим путем и схемы которые мы можем применить для формирования противопостудного иммунитета для защиты от сезонных вирусных заболеваний будет совсем другим принципы там совсем другим но в основе будут лежать те же препараты и сплит поддерживать мы будем те системы которые нуждаются в поддержании что-то аутоиммунное из например болезнь бехтеля еще ремонтуемые какие-то заболевания здесь в обязательном порядке мы смотрим что именно страдает центральная нервная система участки размягчения есть замечательные препараты бралитай мелалитайт это те препараты которые воздействуют на нервную систему нервустайт это там где поражена оболочка нервных окончаний в результате неправильной гиперработы иммунной системы пускай это отдельная тема но не можем сказать что препараты практически будут те же но дозировки будут совсем другие и длительность их будет другая и зависит конечно это будет от возраста заболевшего длительность заболевания и от того как это протекает легкая форма тяжелая форма вернемся к вирусным заболеваниям мы поговорили о профилактике у маленьких детей у подростков профилактика будет практически такая но с 12 лет например до 14 дозы я сказала взрослого человека но все рассматривается индивидуально если мы знаем такое протекальное устрого процесса мы тоже можем брать препараты по 2 капсулы 2-3 раза в день если более легкая форма по одной капсуле и тоже может быть неживидно мы это смотрим на то какие детки вес предварительно расспросили что было раньше какой анализ как часто болели как тяжело болели как выходили из заболевания были ли длительные какие-то хронические бронхиты трохибиты вообще поражение легких если присоединяется то замечательный препарат брестальд мы используем его вообще практически всегда когда кашель начинается но если пациент был склонен раньше к переходу в трохибит и бронхиты которые задерживались несколько месяцев то мы здесь опять-таки играем с дозировками брестальд замечательный препарат я очень часто стимус и струн поэтому его использую при простудах потому что кашель часто простудные заболевания вирусные бактериальные клетки высоковажные брестальд можно брать в достаточно больших дозах по 2-3 капсулы 2-3 иногда 4 раза в день в острый период и небольших профилактика одной капсулы один раз в день будет достаточно но длительной 4 месяца это профилактика и у деток и у пожилых людей и у взрослых людей практически дозировочка может быть даже одинаковой просто количество препаратов у деток конечно будет значительно меньше обычно по 3-4 препарата например тимустайп и спринтайп 4 месяца потом например ливер и панкре остальные и может быть брестальд следующие 4 месяца но маленькими дозами через день через два насколько хороший эффект от этих препаратов это просто поразительно иногда это сказочно звучит да мы понимаем что препараты вспомогательные мы не говорим о лечении мы говорим о профилактике мы говорим о поддержке но иногда поддержка этими препаратами дает такой эффект что и основное лечение с какими-то жесткими лекарствами собственно говоря и не нужно или очень короткое даже делается настолько иммунитет восстановленными пептидами способен давать замечательную реакцию полностью выполнять свои функции для которых предназначена именно система она безусловно не так хорошо работает у современных людей потому что и питание не соответствует хорошему и физическая нагрузка режим дня никакой нервные перегрузки это тоже ломает систему и в поддержке нуждается но эффективность такая что например ребенок после длительного применения аппетитов для меня были группы деток спрос рождает предложение у которых не было определенного диагноза это были часто длительно болеющие и вот после поддержания иммунной системы в комплексе с поддержанием других систем практически всех результат был такой что ребенок до пяти лет часто болеющий к шести годам к семи годам вообще уже не постывал он попадал в коллектив где много простуженных где много заболевших и не заболевал сам либо вот например пожаловался что горнышко болит но мама никаких мер сразу принимать не стала выждала час два переспрашивать ребенка как он себя чувствует а ребенок не понимает о чем речь уже даже забыл то есть организм поступил так как и должен поступить здоровый организм он сам справился на начальном этапе с заболеванием и вот результат ребенок не болеет вообще спокойно ходит в школу занимается спортом вот такой вот результат от профилактики небольших босс нежедневно даваемых вот этих вспомогательных средств да я никогда комплекс не ставлю и делаю только и стали там еще препараты я добавляю из группы натуральных где гониопатию где я веду очень часто фунго препараты но в общем и целом без пептидов такой эффект не был бы возник я эти препараты принимаю очень часто более семи лет конкретно с этой фирмой знакомы поэтому тот комплекс который я вам сейчас предлагаю он можно сказать сложился за долгие годы дает замечательный результат обязательно этот результат длительно держится и в дальнейшем уже корректировать врачу который использует вот эти препараты очень легко он уже сам видит как действует один препарат как он действует в комплексе с другими ну индивидуально конечно каждый болезнь имеет свои особенности и с тем заболеванием с которым он обратился естественно нужно считаться что-то там послабее что-то действительно хроника какая-то серьезная это будет играть огромную роль ну а эффект от приема препаратов и фирмы и других пептидов эту фирму я очень уважаю здесь и качество очень хорошее практически по каждому органу системе есть препараты комплексы составить очень легко я вообще люблю монокомплексы некоторые фирмы производства пептидов делают уже комплексными в одном препарате несколько это несколько пептидов это мне кажется немножко сдерживает возможности монета когда единично по каждому органу препарата составить комплекс намного легче потому что действительно некоторые пациенты иногда даже очень маленькие приходится составлять много компонентов я это основные указала препараты а много здесь может быть может быть это функционально это что где-то какое-то проявление пускай даже легкая пила нефрита но на него накрыть глаза нельзя какая же будет профилактика если мы не подтягиваем все остальные органы иммунная система не сможет восстановиться и полноценно работать если там у нас проверка поэтому еще раз повторюсь что иногда до 5-7 препаратов много ли пациентов которые для профилактики не в острый период назначало даже до 10 препаратов потому что практически каждую систему и органа приходилось немножко подтягивать чтобы это как-то отразилось именно иммунной системе то есть это непростое дело иммунная система сложная система из чего она состоит до конца на сегодняшний день собственно говоря неизвестно то что огромное участие в формировании ее принимает вилочковая железа всей зелезенка это факт но сами в одиночку не работают и сами в одиночку не ломаются поэтому здесь очень много я замечаю что последние годы приходится очень часто из системы кровотворения тайны костного мозга я стала использовать гораздо чаще анализы пациентов сами на это указали и вы при использовании этих препаратов и медицинские работники и сами пациенты иногда могут заинтересоваться и вот эта методика достаточно легкая простая удобно тоже использовать ну конечно советоваться с врачом обязательно нужно по приему особенно длительному приему даже таких препаратов как натуральный препарат навредить тайгами невозможно но посоветоваться чтобы действительно был эффект действительно пациент был доволен медицинским работникам обязательно только врач может подобрать здесь хороший комплекс который даст тот результат на который пациент надеется определит время лечения составит план лечения вот мои советы я надеюсь вам помогут в этом какой-то вот основной наверное рисунок я могу дать но уже каждый пользуясь опытом своими знаниями конечно составит свои замечательные комплексы я уверена в этом тема это непростая мы может быть будем к ней еще возвращаться я надеюсь что мы поговорим еще в будущем на своих вебинарах отдельно об эндокринной системе это очень интересная нужная она во многом перекликается с аналитетом о желудочно-кишечном тракте о мочеполовой системе сейчас в этой на это вебинаре я бы хотела просто обратить внимание что восстановление иммунной системы системы будут идти и профилактическая и поддержка в острове будут идти только в комплексе с остальными препаратами поддерживающими организм в целом не единично что-то обрывочное только в целом практически вот те небольшие советы которые я могла бы дать этой теме я все рассказала может быть в процессе разговора возникли какие-то вопросы я бы хотела чуть-чуть больше времени сегодня оставить на вопросы если такие есть пожалуйста задавайте чтобы мы могли каждый вопрос разобрать у нас с прошлого рубина расстался один неразобранный вопрос который напрямую перекликается с работой иммунной системы это болезнь крови можно сказать мы к этой проблеме я надеюсь к болезни крови будем возвращаться неоднократно когда будем говорить о разных направлениях уже конечно в желудочно-кишечном тракте но при этом заболевании иммунная система играет огромную роль при болезни крона я обещала в прошлый раз что небольшую схемку обязательно дам и время выделим при болезни крона обязательно используется как базовый тимус и сплинтайт я назначаю надолго в обязательном порядке пациента предупреждают что то лечение которое он принимает бросать ни в коем случае нельзя месяцами он будет тимус и сплинтайт принимать пока не будет проявления некоторого улучшения состояния или даже раньше вот например 4 месяца выдавали сплинт и тимуста дозировочку каждому больному будет она индивидуальная но она будет большой от 6 до 8 капсул в день сразу говорит если за 4 месяца регулярного приема вы не заметили больших сдвигов не смущайтесь положительный сдвиг будет обязательно просто начинайте укреплять еще используя и другие препараты это в обязательном порядке ловалтайт это препарат который назначается при гастритис пониженной функции обязательно функцию желудка нужно усилить обязательно микрофора и обязательно детокс опять дозы большие и не менее 4-6 месяцев регулярного применения за это время обязательно будет положительный сдвиг врач который вместе с вами наблюдает этого пациента может быть за это время уже какие-то препараты жесткие гормональные терапии будет уменьшать улучшение состояния пациента и пациенту нужно обязательно объяснить что прием тайдов будет длительным после 6-8 месяцев массивных доз можно переходить на маленькие поддерживающие дозы можно сказать 100% выздоравливающих нет наверное ни при каких методах лечениях но тем пациент болезни у нас специфические язвенным колитом эти болезни более-менее перекликаются но еще синдром раздраженного кишечника там больше психика и психиатрия в легкой форме там и другие препараты подключаются я вам хочу сказать что результат при применении натуральной терапии очень хороший и очень не последнюю роль здесь играют пептиды и неоднократно я использовала пептиды фирмы Мэриал с очень большим успехом с хорошим результатом если какие-то есть вопросы по сегодняшней теме задавайте пожалуйста чтобы мы каждый вопрос разобрали это у кого-то вопрос или нужно подумать она услышана и вопросы может быть уже кто-то какой-то вопрос может задать если хотите то я могу достаточно вот такие последние свежие примеры вам рассказать из практики я начиная с марта месяца несколько раз назначала как профилактическую для защиты организма для нормализации не повышения не раскачивания иммунной системы а именно нормализация иммунной системы такие замечательные препараты как спринтайк появился буквально недавно поэтому я в основном тимус в комплексе обязательно с микрофлорой она всегда дает хороший результат назначала как профилактику может быть и при заболевании коронавируса чтобы им не заболеть и вам хочу сказать что все пациенты которые аккуратненько пили тимус тайт микрофлору тайт многим из них учитывая возраст я добавляла еще кардио не заболели никакими простудными хотя обычно осенью они уже что-то такое начинали воспринимать принимать какой-то вирус кто грипп кто какой-то вирус то вот практически можно сказать что почти 100% пациентов может это совпадение было но никто из них не заболел мы сделали небольшой пациент и сейчас почти все эти пациенты начали опять такой же курс для нормализации работы иммунной системы это наверное лучшая мера защиты от любых вирусных заболеваний так я смотрю у нас вопрос появился в каких случаях назначаются пептиды именно я не упомянула об этом препарате я его честно вам скажу редко назначаю его можно назначать и для профилактики дело в том что я напомню что я почти никогда не использую только так ну не почти никогда а никогда не использую только так в обязательном порядке тут фунготерапия аюрвида иммунный тайт я редко использую потому что заменяю другими натуральными препаратами которые лично мне кажутся более эффективными потому что комплекс не может состоять только с препаратом одновременно фунготерапия аюрвида у меня занимает место которое должен бы занимать иммунный тайт ну можно и вот тех кто не использует ни гомеопатию это то иммунный тайт будет в основной теперь уже тройки тимус тайт скриптайт иммунный тайт может составлять тройку основную после которой уже открутятся и остальные органы я лично просто его меньше использую он от этого не стал неэффективным препарат замечательный использовать его можно как третий в комплексе тимус для нормализации работы иммунной системы это касается и пожилых людей и взрослых хипотезировочкам тут так же взрослым людям я начинаю с одной капсулы и если наступает острый период резко увеличиваю дозу и вариваю в зависимости от анамнеза а деткам только половинки капсул и я их назначаю через день через два через три ну в острых состояниях увеличиваю этой капсулки практически этот препарат используется так же может быть кто-то хочет еще задать какой-то вопрос иммунная система действительно еще раз повторить это основной защитник нашего организма и желательно не лечить ее не лечить уже заболевания возникшие а проводить профилактику профилактика особенно нам касательно иммунной системы это основное направление которое может помочь человеку избежать многих неприятностей восстановление иммунной системы противоглистная терапия еще раз повторюсь что всегда здесь будет лечение комплексное каждый врач добавит еще то натуральное лечение вспомогательное которое он любит которое он знает я обязательно тут несколько добавляю и профилактика работы иммунной системы будет касаться и противоближного комплекса будет касаться любых аутоиммунных заболеваний будет касаться любых хронических заболеваний восстановление иммунной системы при различных это и костно-мышечное эндокринная система и работа иммунной системы идут только вместе вот я надеюсь что следующая лекция у нас будет следующий вебинар у нас будет посвящен работе эндокринной системы иммунную систему отделить от всех остальных органов и систем невозможно но вот в работе эндокринной системы попытка восстановить ее работу без восстановления иммунной системы просто невозможно иммунная система будет основой лечения любого эндокринного улучшения есть ли какие-то неприятности с эпифизом в обязательном порядке чаще всего это заболевания щитовидной железы сейчас они очень распространены естественно дефицит йода играет здесь огромную роль но состояние иммунной системы играет такую же я уже говорила что и обратная связь вот иммунную систему восстанавливать без приема параллельно микроэлементов и витаминов тоже не получится микроэлементы параллельно вместе с пептидами дадут наверное самый большой результат на который можно рассчитывать без микроэлементов это тоже будет неправильно я их очень любые уважаю но всегда комплексисты как еще можно было бы обыграть восстановление иммунной системы с помощью пептидов немножко можно расшириться в сторону пептидов восстанавливающих работу мозга вообще влияние нервной системы на возможность заболеть даже на состояние тоже нервной системы влияние нервной системы огромное я очень скользь упомянула а вообще я практически очень часто не скажу каждому пациенту но очень многим стараюсь назначить параллельно и для восстановления нервной системы в том числе препараты которые действуют на центральную нервную систему действуют на нервную систему вообще расслабляющие успокаивающие препараты вот и стальда в таком направлении работает нерву стальд я мало подниму а ведь это препарат для восстановления нервной системы необходимый если у человека уже развилось острое заболевание для прекращения его для перехода в легкую форму нерву стальд необходимо замечательный препарат предназначенный для восстановления центральной нервной системы это мэлори тальд и брейн тальд очень часто их вдвоем можно использовать еще вопрос извините сплинт для селезенки можно больше информации да конечно еще пару слов скажу что препараты мозговые для формирования работы системы необходимы любая система в организме перекликается с системой мозга мозг будет играть большую роль в восстановлении иммунной системы по селезенке но селезенка очень интересные органы я уже коротенечко сказала какую роль играет селезенка в организме она собственно говоря помогает использовать стареющие эритроциты с возрастом селезенка вообще как и многие органы немножко утрачивает свою функцию и вот при старении организма появляется много старейших эритроцитов при поддержке селезенки этот дефект убирается это сыграет огромную роль и в работе сердечно-сосудистой системы в работе иммунной системы перекликается работа селезенки искусственным мозгом перекликается с работой печени вообще препарат селезенки пептиды я с ним работала несколько лет с большим успехом я работала с комплексным препаратом и максимальный эффект был когда селезеночный пептид работал вместе с пептидом печеночным постным и кожным такой комплекс давал замечательный эффект это говорит о том что функции селезенки наверное не в том только заключается что там разбираются и формируются новые органные системы из стареющих и погибающих элитроцитов наверное функции селезенки все таки намного глубже и селезенка поддерживает функции и тинуса и печени и поджелудочной железы это орган который формирование иммунной системы играет роль которую трудно переоценить при поддержании работы селезенки работа иммунной системы практически на глазах восстанавливается это даже трудно переоценить вот я надеюсь что с появлением сприн препарата очень многих пациентов вспомогательная реабилитационная терапия будет просто чудеса творить потому что селезеночный аппетит я его давно ожидала вот заменить его ничем не возможно функция селезенки до конца не изучена немножко там немножко там кроветворение многоиммунной системы части работы желудочно-кишечного тракта но при добавлении селезеночного аппетита я видела просто поразительные результаты я надеюсь что будет и практические данные я расскажу побольше и на практической стороне применение я думаю что результаты будут очень большими у меня были уже результаты но это была другая фирма вот сплинтать я посмотрю практически я уже многим пациентам назначила это вспомогательная терапия пациент эти получают и другие виды лечения но я надеюсь что нормализация состояния перехода заболевания в легкую форму будет значительно шире и обязательно поделюсь результаты которые надеюсь увидеть в самом скором времени это и простую я практически все профилактические вот противовирусные комплексы всем добавила этот препарат и вот был результат это не из месяцев конечно уйдет на то чтобы это все увидеть но я жду самых хороших результатов но если не дай бог будут какие-то острые формы то применение этого препарата я уверена намного улучшит картину заболевания и обязательно поделюсь с вами результатами практических наблюдений очень много жду от этого препарата качество его я уверена будет не хуже всех остальных а лучше еще и в комплексе с другими он хорошую роль должен сыграть вообще препараты иммунной системы имеет смысл подключать всюду а вот селеёночный аппетит я буду подключать при реабилитации восстановления таких сложных заболеваний как соединение онкологии ну реабилитация органов они за чертой получают жесткое лечение и очень часто нуждаются вспомогательных смягчающих видах терапии это и фитотерапия это в обязательном порядке пептиды роль иммунной системы сложно переоценить лечение восстановление её дает очень результаты хорошие хотя терапия это вспомогательная иногда она позволяет уменьшить какую-то жесткую нагрузку на организм посмотрим как будет работать я уверена что очень хорошо будут ли у нас еще какие-то вопросы ну посмотрите если какой-то вопрос я надеюсь у нас будут еще вебинары если какой-то вопрос который возник в процессе вебинара мы не рассмотрели информацию нужно переводить я надеюсь была интересная информация она поможет и в работе или в восстановлении организма если человек хотел что-то использовать для себя то можно формировать вопросы и в дальнейшем возвращаться к рассмотрению любой системы и любой вопрос рассмотреть не хочет ли кто-нибудь еще вопрос задать если вопросов больше не возникло то я прощаюсь с вами желаю вам хорошего вечера поздравляю всех с праздником желаю хорошего здоровья и по возможности используйте препараты я всеми практическими результатами постараюсь поделиться практических результатов много препараты очень хорошие надеюсь еще в дальнейшем встречаться со своими слушателями всего доброго до свидания до свидания и